Радио Свобода С Новым Годом вас! Радио Свобода 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 Признать их освобожденными. Может быть, целое столетие или еще более они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России. России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами. О, конечно, продолжает Достоевский, Россия все же всегда будет сознавать, что центр славянского единства – это она. Но какую же выгоду доставит России это сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы? Ответ теперь труден и не может быть ясен. Во-первых, у России, как нам всем известно, и мысли не будет, и быть не должно никогда, чтобы расширить насчет славян свою территорию, присоединить их к себе политически, наделать из их земель губерний и прочь. Все славяне подозревают Россию в этом стремлении даже теперь, равно как и вся Европа, и будут подозревать еще сто лет вперед, но досохранит Бог Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. Среди нынешних отзывов на эти суждения Достоевского есть такие, большинство таких. А ведь прав был Достоевский. Офигеть! Через А с тремя восклицательными знаками. Так что я, наверное, напрасно для сокращения опустил отзывы Достоевского об украинцах, белорусах и остальных славянах. Он называет их племенами необразованных бродячих псов. Псы, а почему-то хочется, как мы слышали, чтобы любили нас без памяти. То же, что и сегодня. Вы, украинцы, мерзавцы и хуже, чем мерзавцы. Но не уходите от нас в Европу. Да, необразованные бродячие псы, неспособные к европейской культуре. Ф.М. Достоевский дословно. Это чехи, то поляки, сербы, украинцы, белорусы, славянцы. Киев, Варшава, Белград, Златопрага, Любляна. Это все столицы псовых стай. Люди, которые сегодня офигеневают от речей Достоевского позапрошлого столетия и восклицают, что он прав, не замечают главного. Прав-то он прав, да не там, где кажется вам, дорогие друзья. Перечитаем одно место из его дневника. Не пожалеем минуты. Да сохранит Бог Россию от каких стремлений? От стремлений расширить насчет славян свою территорию, присоединить их к себе политически, наделать из их земель, губерний и прочь. Вот поистине золотые слова. Этими словами Федор Михайлович формулирует необходимое условие, при котором Россия может выполнить свою миссию. Не пытаться никого загробастать. Он говорит, что у нее и мысли такой не будет, но нет у него бедного полной уверенности в этом. Ой, нет. И он уточняет, не должна. И заклинает. Да сохранит ее Бог от этих стремлений. Вся надежда на Бога. Чувствуете глубину уныния великого русского националиста? Глубину, в которую он сам боится заглядывать. Вот в чем он оказался прав. В предположении, которое сам от себя гнал, как наваждение. Я смотрю, когда писана была ставшая сегодня такой злободневной страничка дневника Достоевского в 1877 году. А в 76-м был издан знаменитый Эмский указ о запрещении что-либо печатать и произносить со сцены на украинском языке. Оживилась Украина и последовал этот запрет. Одновременно выслали человека, написавшего «Щеневмерла Украина», нынешний гимн Украины. Вот, видимо, откуда у Достоевского такая тревога. Начнут же они на Ипаче Украина, пишет он, Белороссия, Молдовия или подобные им стада баранов, возомнившие из себя людишек, свою новую жизнь с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе. И хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. Это к вопросу о вступлении Украины в НАТО. Одна, только одна страница великого русского писателя, а на ней и бродячие псы, и стада баранов, и на Ипаче украинских. И отклики в 80% нынешних читателей этой страницы. Как верно! Офигенеть! Через А с тремя восклицательными знаками. Еще далеко не все слушатели свободы знают, что такое интернет, всемирная паутина. Не все пользуются компьютером, не все даже видели его. Поэтому перед следующим письмом скажу пару пояснительных слов. Компьютер, вплетенный во всемирную сеть, это такая машинка, с помощью которой любой человек может вести переписку с миллионами людей. Он может вбросить в сеть что угодно. Хоть роман, хоть философский трактат, хоть простую записку. Никакого цензора, никакого редактора. Многие так и поступают. И как же некоторые страдают, что никто не обращает внимания на их послания и проповеди. Страдают они напрасно, но говорить им это бесполезно. Тут нет ничего необычного. Тягу к сочинительству испытывают миллионы, а писателями становятся единицы. Но каждый из миллионов в глубине души уверен, что признание должно было бы по справедливости выпасть ему, а не какому-нибудь Пушкину или Фоме Аквинскому. Один слушатель вот пишет, моя свободная проповедь на двух сайтах пока без надобности, спама, то есть компьютерного мусора, приходят горы, но мой читатель, спонсор и даже серьезный критик пока не объявились. Однако всему свое время я не теряю надежды когда-то освободиться от этой ответственной ноши и передать ее в надежные руки. Его ноша — это религиозно-философские проповеди. Интернет лишний раз подтвердил, что вероучительство — одна из самых стойких человеческих склонностей. Толпы проповедников бродили по дорогам Палестины во времена Христа. Бродят они и сейчас по всемирной паутине. Понятнее становится механика возникновения великих и малых религий. Что любопытно, пишет нам этот ненаходящий отклика проповедник, Когда я лет двадцать назад, подобно Ваньке Жукову, отправил десяток-полтора отпечатанных на портативной машинке экземпляров довольно-таки сырых размышлений разным редакциями и лицам, то довольно быстро имел обратную связь в виде откликов — анонимных, сочувственных, интересных и конструктивных. На вершине этой обратной связи приезд казенной Волги с двумя товарищами. Теперь же, когда я вроде бы доступен миллионам, существенных откликов нет. Очень интересное сопоставление сделал этот слушатель. В условиях несвободы людям доступно только то, что позволяет начальство. Это однообразная пища. Любой продукт, поступающий в организм, минуя начальство, кажется необыкновенно сладким или пряным. Требования к качеству понижены. Когда же умственная пища поступает к нам без посредников, наши требования возрастают. Из Калининградской области пишет Алексей Мудрак, давно обрусевший украинец. Здоровенький булы, Анатолий Иванович. Родился я на Черниговщине в семье школьных учителей. Старший брат умер во время голода. А в 38-м отца вызвали на совещание и там арестовали. И 10 лет без права переписки. В студенческие годы отец участвовал в сборе фольклорного материала в сельской местности. Была обычная учебно-научная экспедиция. Но через несколько лет ее руководитель, заведующий кафедрой, был расстрелян как украинский буржуазный националист. Не остались забытыми и его подельники, собиратели фольклора. Живу я сейчас в чудесном городе Тильзите, Диштат-Онегляйх, так называли его довоенные обитатели. После войны его назвали советском. Ежегодно, как только потеплеет, к нам прибывают немецкие туристы. Они целыми днями бродят по улицам, некоторые при этом плачут. Это бывшие жители города или их дети. Иногда их вопросы ставят в тупик. Почему, например, у нас водосточные трубы направлены на тротуар или на фундамент? Я обычно отвечаю, что так трубы устроены и в Москве, и в Петербурге. Мне объясняют, что это не есть хорошо, что это есть плохо и для пешеходов, и для самих домов, что уже 150 лет назад в этом городе была устроена ливневая канализация, что дворники каждое утро вынимали из водосточных труб специальные решеточки и очищали их от мусора. Читая материалы вашей программы, Анатолий Иванович, не перестаю удивляться человеческой глупости. Выходит, история нас ничему не научила. Мы по-прежнему считаем себя великими, только вот сами еще не знаем, куда нам теперь направиться и что дальше делать. Может и вправду начать с водосточных труб. Автор этого письма по специальности дантист. — Кормлюсь я уже 42 года токмо одним зубоврачеванием, — пишет он, — а лет мне 70 отроду. Я причисляю себя к тем немногим оставшимся в живых дантистам, которые работают до последней возможности, довольствуясь поистине нищенской зарплатой. У меня были прекрасные учителя. Лимберг, Кьянский, Знаменский, может быть, слышали. А примером для подражания был и является хирург-святитель Войно-Ясенецкий. Поразили вы меня, Алексей, в самое мое рыночное сердце. Кто-кто, а донтисты, гинекологи и венерологи процветают при любой власти. О докторе Знаменском не слышал, а про хирурга Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича, он же архиепископ Лука, конечно, знаю. В Киеве есть его храм, храм святителя Луки. В этом городе он кончал художественное училище. Каким-то образом святитель уцелел при Сталине, даже получил в 1946 году сталинскую премию за книгу «Очерки гнойной хирургии». Я в прошлом геолог, следующее письмо, работал на Колыме, на Воркуте. С началом перестройки ушел из геологии и занялся мелким бизнесом. Сделал сам оборудование по производству полиэтиленовой пленки, с чего по сей день не кормлюсь. Да, все журналисты врут, все зарабатывают свой хлеб, но пресса, подчиненная правительству, врет в угоду своим кормильцам. А независимая пресса врет в угоду потребителям, то есть народу, а значит является «народным контроллером» без кавычек. Поэтому, когда чехи не позволили государству подмять под себя телевидение, в отличие от нас в истории СНТВ, то они отстаивали не интересы работников телевидения, а свое право контроля над государством. Нашему быдлу пока этого не понять. Я служил в Чехословакии в 68-70-м годах и успел полюбить и эту страну, и этот народ. Но я, как атеист, понимаю, что на все воля Божия, и знание закономерности развития общества нам не скоро даст понимание того, как нам вести себя, за кого голосовать и чего мы все хотим в конце концов. Я целиком с вами согласен, Анатолий Иванович, что только просвещение приблизит нас к нормальному обществу. К слову, Новочеркасский политехнический институт, который я заканчивал в 76-м году, находится на улице просвещения. Коммунисты и такие названия придумывали на погибель себе, пишет этот слушатель. Им не трудно было придумывать такие названия, Михаил. У них ведь был культ науки. Строительство коммунизма они начали с грандиозной кампании по ликвидации неграмотности населения. Ликбез – так назывались курсы по ликвидации безграмотности. Их сетью была покрыта вся страна. Неграмотный человек стоит вне политики, говорил Ленин. А ему очень хотелось, чтобы все участвовали в политике, в его политике, на его стороне, естественно. Большевики верили в свои планы, потому что убедили себя, что эти планы научно обоснованы. Под конец советской власти в одной только Москве чуть ли не 2 миллиона человек были заняты в научно-исследовательских учреждениях. Тысячи две работали, а остальные чаи гоняли. Ельцина сковал столбняк, когда он в качестве первого секретаря Московского горкома партии, то есть хозяина Москвы, вник в эту цифру. Выработку научного мировоззрения называли главной задачей образования и воспитания, в противовес религиозному. Ленинская ненависть к религии возникла не на пустом месте. К началу прошлого века попы, говоря современным языком, достали российскую молодежь так, что она готова была по волоску вырвать их бороды. Сегодня это понятнее, чем лет 15 назад. Достигли большевики многого. Советское население стало чуть ли не самым образованным в мире. Но детская, невежественная природа человека все-таки взяла верх. Не успели освободиться от научного коммунизма, как вся страна пошла к чародеям. Прикипела к экранам, где они заговаривали в воду. Еду 3 января этого года из села в Киев. Пустынная зимняя дорога. Голосует окоченевшей рукой женщина лет 55. Куда вас подвезти? Да тут недалеко, 12 километров. По какому делу? Да по личному, по здоровью. Бабка там есть одна. Колдует? Шепчет? Ну да, надо посоветоваться. Где же вы работаете? Да в средней школе, учительница. Биологию, небось, ведете. Почему биологию? Историю преподает. Закончился очередной выпуск программы Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. Автор передачи Ваши письма Анатолий Стреляный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова